Харьковчане отказываются сдавать квартиры переселенцам из Донбасса. С такой проблемой столкнулись несколько беженцев, прибывшие в первую столицу в первых числах августа. Жилье искали везде. И газеты покупали, в интернете, через контакт группы смотрели. Как бы рассчитывали, может быть, на две тысячи, до двух тысяч. Но таких цен сейчас вообще нет. А даже если есть, то условий там никаких нет. Но проблема не только в цене. По словам доничан, арендодатели, услышав, что снять квартиру хотят беженцы, просто кладут трубку. Даже не интересовало срок, на который мы снимаем их. Они спрашивали, вы откуда. Мы там, допустим, говорили, мы из Донецка. То есть они сразу понимали и сразу отказывали. Поэтому даже приходилось звонить и говорить о том, что да, мы переехали по работе надолго, пока на год будем снимать жилье, а там видно будет. Ну, то есть выкручиваться как-то из этой ситуации. О проблеме знают риэлторы. Пытаются с ней бороться. Иногда, говорят, даже получается. Сняем ему, что вы поймите, войдите в ситуацию людей непосредственно. Завтра вы в такой же ситуации можете оказаться сами. Поэтому все равно сейчас лето, сезон затищие. Если бы не люди, которые приезжают из Луганска до Донецка, то ваши квартиры будут простаивать. Поэтому возьмите на пару месяцев, а там непосредственно будет видно. При этом, уверяют риэлторы, дефицита съемного жилья в Харькове нет. Даже несмотря на большой наплыв студентов, которые зачастую приезжают в Харьков в это время года. В сегодняшний момент дефицита на рынке недвижимости нет вообще. То есть объектов как на продажу, так и в аренду очень много. Если брать, грубо говоря, в начале лета, то цены начали опускаться. Именно по аренде, то есть очень сильно. Но из-за того, что приезжали люди с Луганска до Донецка, то есть они, как говорится, восстановили ценовую политику до уровня, грубо говоря, прошлого года лета. Цена на съемное жилье колеблется от полторы до семи тысяч гривен за месяц. Если же переселенцы не в состоянии оплатить себе квартиру, то для них на Харьковщине действует программа помощи. Правда, в данном случае переселенцам предлагают жилье в детском лагере, пансионате или больнице. Ольга Калиниченко, Денис Вишневский, 057.